Перехожу к верхней платформе. На верхней платформе будет крепиться еще одна платформа, на которой будут установлены антенны и всевозможные прибамбасы. Сначала прикидываем, где будут находиться отверстия под крепление. Просто лупы накидывайте и будем вырезать. Наметили отверстие. Теперь выбираем полигоны. Делаем экструд и внутрь загоняем и удаляем. Дальше нужно задать какой-нибудь дизайн, чтобы не смотрелось массивным монолитом. Нужно создать какую-нибудь пустую полость. Не совсем пустую, но и так же, чтобы не смотрелось монолитом. В этом месте сделаю небольшой вырез. И причем вырез такой вот слегка наискосок. Теперь выбираю эти полигоны, делаю экструд, немного внутрь загоняю. И, пожалуй, нижние полигоны нужно удалить. Сначала луп накидываю, удаляю нижние полигоны и можно сшить вертексы. В общем, сделал вот такой вот вырез. Но я думаю, не нужно повторять, что буду делать только на одной половине. Потом просто отзеркалю. И спереди сделаю тоже небольшую деформацию. Ну, просто вмятину какую-нибудь сделаю. Фаски пока никакие не делаем. Пока делаем средние формы. Добавляем лупы туда, где это необходимо. Поскольку после фасок вы все равно будете сетку исправлять, вы наверняка уже должны понимать, где должны находиться определенные ребра. Чтобы потом можно было легко и просто сетку исправить. Ну, кстати, можно сразу сверху сделать скос. И снизу также можно сразу сделать скос. Выбираем ребра и делаем скос. Теперь можно сделать фаски. Выбирайте те ребра, где необходимо сделать фаски. Вырез тоже выбираем. И отверстие также выбираем. Отверстие должно быть жестким, поэтому уголки также выбирайте. Ну и все. Теперь можно сделать фаску. Проверяйте, чтобы все выбрали. Вроде все выбрали. Делаем фаску. На троечку нажимаем, проверяем. Форма сохранилась. Теперь остается только исправить сетку. Ну, как исправлять сетку, я думаю, так же объяснять не нужно. Уже это делали много-много раз. Исправлять здесь не так уж и много. Поэтому исправим довольно-таки быстро. Так, секундочку. Эту вниз, эту наверх. Снова на троечку нажимаю, проверяю. Ну и здесь то же самое. Ну вот, я вижу, что я здесь фаску сделал, а здесь я забыл. Поэтому выбираю ребро и делаю фаску самостоятельно. И здесь то же самое. А лишнее удаляем. Все готово. Теперь посмотрим, что здесь творится. На троечку нажимаем, проверяем. Вот, кстати, сильно большое скругление. Мне это большое скругление здесь не нужно. Поэтому я самостоятельно делаю фаску на углах. И просто исправляю сетку. И здесь так же. И лишнее удаляем. Снова на троечку нажимаем и проверяем. Я говорю, если где-то что-то не нравится, это легко и просто исправляется. Фаски можно сделать самостоятельно в любой момент. Вот теперь нету большого скругления. Жесткий переход именно так, как мне нужно. Теперь вот в этом месте я хочу сделать отверстие. Сначала выбираю по четыре полигона и делаю экструдь. Следующие четыре полигона делаю экструдь. И снова делаю экструдь. Так, снизу я не посмотрел, что у меня тут. У меня снизу также нужно исправить сетку. Так, снизу все нормально. Теперь выбираю вот эти полигоны и делаю скругление. Немного уменьшаю радиус, делаю экструдь и внутрь загоняем подальше и удаляем полигоны. Дальше остается сделать фасочку. На троечку нажимаем, проверяем. Вот эти отверстия придают видимость не монолита, а платформы с определенной пустотой. Дальше можно добавить каких-нибудь пару вмятин. Но это так, для вида, чтобы не было пустых мест. Вот, к примеру, в этом месте можно сделать вмятинку. Такую аккуратненькую, небольшую. Сделаем фасочку. И с другого края сделать то же самое. Выбираем эти полигоны. И так же делаем экструдь и скругление. И тоже небольшую деформацию, небольшую вмятинку делайте. Такую же, как и на другом крае. Дальше фасочки. На троечку нажимаем, проверяем. Ну и вот, место как раз не таким пустым смотрится. Ну и дальше смотрите, нужно ли что добавить. Я думаю, достаточно. Добавлю еще луп посередине, а то пустовато. Большая стяжка получается. И теперь можно отзеркалить. Отзеркалил, посмотрел, как все выглядит. Все выглядит нормально. Теперь подгоняем сами крепления. Нужно внутрь немного подогнать. То есть, выбирайте вертексы. И стягивайте внутрь. Ну и я имею в виду, затягивайте внутрь. Также выбираем и затягиваем. Добавляем луп. И здесь также. Крепления также подогнали. Эти крепления также можно отзеркалить. И в принципе, можно на них накинуть блин. На платформу и на сами крепления. Ну и в принципе, платформа с креплениями также готова. Ну и теперь эту платформу можно сдублировать и переместить вперед. Там в принципе, будет такая же платформа. И в принципе, крепления почти такие же. Только, ну, чуть-чуть другие. Будет видно. Я еще пока сам не знаю. Единственное, что мне здесь нужно сделать какие-нибудь ограничители. Даже не то, что ограничители. А какие-то очередные крепления. Давайте сделаем что-нибудь. Эти ограничители будут прикручены к корпусу. Делаем скос. Сразу подправлю сетку. И, пожалуй, сразу сделаю скос. С одной и с другой стороны. Ну и теперь выбираю верхние полигоны. И делаю экструд. Выравниваю. Снова делаю экструд. Выравниваю. И вниз. Сильно далеко не нужно. Только до вертекса втяну. А вертекса сшиваю. На тройку нажимаю, проверяю. Мне какую-то ошибку там выдает. Но это не страшно. Потом разберусь. А, вижу. Так, можно либо откатиться назад и выбрать здесь ребро. Либо самостоятельно исправить. Пожалуй, я самостоятельно исправлю. Поднимаю кверху. А это удаляю. Но там все равно будет какую-то ошибку выдавать. Еще раз на тройку нажму и проверяю. Я говорю, здесь все равно ошибку выдает. Просто я удаляю полигон и закрываю эту дырку. Теперь можно сделать фаски. Именно для сохранения формы. Выбирайте те ребра, которые необходимы. Делаем фаску. На тройку нажимаем, проверяем. Форма везде сохранилась. Сохранилась. Теперь посередине луп. Сюда луп. Сюда луп. И мне нужно сделать отверстие внутри. Так, на тройку нажимаю. Я проверяю. А то мне какую-то опять ошибку выдавало. Нет, вроде больше ошибки нет. Здесь можно сделать какую-нибудь деформацию. Ну, просто небольшое скругление можно сделать. Опять ошибку выдает. Да что за нафиг. Сейчас разберемся. По бокам небольшие деформации. И внутри сделаю два отверстия. Выбираю сначала эти полигоны. Делаю скругление. И внутрь. И, кстати, полигоны можно сразу же удалить. И второе отверстие. Также делаю скругление. Внутрь загоняю. И удаляю полигоны. Я сейчас историю удалю. И у меня больше не будут выдавать очередную ошибку. Видите, больше ошибки не выдает. У меня там в историю бывало. Просто выдавало предупреждение. Так. Ну, теперь мне нужно какие-нибудь болтики либо гайки подогнать. Давайте я болтики подгоню. Сначала помещаю в одно отверстие, а потом в другое. Теперь комбинируем болтики с этим креплением. И можно блин накидывать. Ну, а теперь просто дублируем и проверяем. Еще можно накинуть пару заклепок. Это будет не то, что заклепки, а фейковая деформация. Посмотрите, сначала как выглядит. Если устраивает, оставляем. Давайте на другую сторону также кидану. И сюда также. Теперь выбираем заклепки с этим креплением. Комбинируем и накидываем блин. Ну, вроде как смотрится еще лучше. Перейду теперь к креплениям этой платформы. Поскольку я еще пока сам не знаю, какое здесь будет крепление, сейчас что-нибудь придумаем. Крепления будут делать разборные, чтобы состояло из нескольких частей. Я хочу здесь сделать еще арматизаторы, поэтому, чтобы можно было прикрепить арматизаторы, что если не понравятся арматизаторы, можно придумать что-нибудь другое. Пусть будет состоять лучше из разных частей. Загоняем внутрь. И мне нужно сделать срез. Здесь, кстати, можно сразу сделать скос. Сюда можно, кстати, вылепить сразу отверстие. Сейчас посмотрю, как лучше сделать вырез. Давайте выбирайте полигоны и, пожалуй, сразу их удалю. Дальше, при помощи бриджа сцепляю. И эти ребра также сцепляю бриджи, а дырки просто закрываю. Ну, вот такой вот вырез быстренько сделал. Дальше, сверху нужно сделать еще два отверстия. Поэтому, добавляя луп, выбираю полигоны, делаю экструд. И выбираю эти полигоны, также делаю экструд. Потом выбираю полигоны и делаю скругление. Сразу делаю скос, делаю отверстие и удаляю полигоны. Теперь можно сделать фаски. Фаски сначала сделаю для сохранения формы. А потом уже сделаю фаски отверстием. Так, вроде все выбрал. Делаем фасочку. И теперь можно сделать фаски самим отверстием. фаски. Дальше остается только исправить сетку. С одной и с другой стороны. Дальше на тройку нажимаем и проверяем. Ну, все. Одно крепление готово. Теперь будем подгонять второе крепление. Давайте сначала прикинем, какое крепление должно быть. если у вас есть своя задумка, делайте свою задумку. Не обязательно делать точно такое же крепление, как я делаю. Давайте еще раз дублирую. Попробую сделать такой вот скос. можно сделать прямое, либо под наклоном. Но я пока ставлю под наклоном. Но, скорее всего, я буду делать прямое. Я пока еще сам не знаю. Давайте сначала посмотрю, как будет смотреться под наклоном. Если не понравится, буду делать прямое. Ну, вот, к примеру, если делать под наклоном, то и крепление должно быть под наклоном. Я говорю, вы можете сделать по-своему. Не обязательно делать то же самое. А то мне под наклоном уже не нравится. Оно как-то смотрится нелогично. Что такие крепления делать... Да нет, не делает так крепление вообще никто. Ну, вот, если посмотреть, как будет выглядеть крепление прямое, оно будет более правильным. Под наклоном тоже можно сделать. Ну, нужно делать совсем другое крепление. Я хочу угловатое крепление сделать. А если делать под наклоном, то нужно более скругленное крепление делать. В общем, на цилиндрах. А я хочу угловатое сделать. Я лучше немного кузов подправлю под крепление. Ну, давайте немного подгоняю. Сейчас посмотрю, как вообще будет выглядеть. Так. Так. Ну, вроде бы как подогнал. Теперь дублирую. Накидываю луп. И удаляю нижнюю часть. Оставляю только верхнюю. Хотя, знаете что, я не буду удалять. Я просто отделю нижнюю часть. Ну, и дальше эту верхнюю часть буду подгонять под крепление. Исправляю верхнюю крепление. Задаю небольшую толщину. Делаю экструд. Немного стягиваю. Снова экструд. И внутрь. Так, на глаз. Здесь фаски можно сделать быстрые. Поэтому добавляю сразу деформации, где это необходимо. А потом быстрые фаски сделаю. Так, секунду. Откачусь назад. Теперь выбираю боковой полигон. Делаю экструд. И немножечко внутрь загоняю. Чуть-чуть. Только для деформации. Ну, и дальше выбираю все ребра. И делаю быстрые фаски. На тройку нажимаю, проверяю. Ну, вроде бы как все нормально. Кстати, сбоку-сверху можно сделать отверстие. Поэтому выбираю верхние полигоны. Сделаю экструд. И сделаю отверстие. Сначала выравниваю. Сначала выравниваю. Немножко повыше приподняюсь. Сразу можно сделать скос. И делаю отверстие. Ну, и, конечно, сразу делаю фаски. Сильно фаски разъезжаются. Нужно луп посередине добавить. И с другой стороны. Также добавился. Ну, и этому верхнему креплению можно сразу фаски сделать. Сначала опустим пониже. Сразу же прикидываем. Делаем быстрые фаски. И накинем пару лупов. Посередине. И посередине. Переходим к следующей части. Выбираю эту часть. Дублирую. И подгоняем размер. Нужно размер сделать поменьше. Эта часть должна заходить внутрь. Ну, и, кстати, можно сразу сделать какой-нибудь дизайн. Ничего мудреного делать не буду. Сделаю просто лестницу. Добавляю ребра. И потом просто выбираю эти полигоны. Делаю экструд. Снова экструд внутрь. И снова выбираю эти ребра. Отключая сцепку, делаю экструд. И снова экструд. И внутрь. Ну, в принципе, по бокам сделал небольшую деформацию. Давайте еще здесь сделаем что-нибудь. Давайте сверху и снизу. Ну, то есть спереди и сзади. И с помощью трансформы загоняем внутрь. Ну, теперь можно сделать быстрые фаски. И удалить все лишние полигоны. Хотя можно сразу удалить все лишние полигоны. Я удаляю все лишние полигоны и делаю быстрые фаски. На тройку нажимаем, проверяем. И, кстати, нижние и верхние ребра желательно сразу выровнять. Я выравнивать не буду. Все равно края будут незаметны. Они все равно заходят внутрь. Но, по идее, такие косяки не оставляйте. Это считается плохой работой. Ну что, перейду к следующей детали. Теперь буду подгонять эту деталь. Приподниму немножко повыше. Сильно высоко поднимать не нужно. Но, если что, потом пониже нужно опустить. Снова задаю толщину. Также на глаз вниз опускайте. И потихоньку выравнивайте. Снизу толщину задавать не нужно. Нижняя часть также заходит внутрь. Что у вас снизу также не будет заметно. Ну и сделаю каких-нибудь пару деформаций. Может, всего лишь одну сделаю. Сейчас посмотрим. Здесь фасочку делаем. На троечку нажимаю. Надо добавить еще пару поддерживающих ребер для того, чтобы его форма сохранялась. Здесь посередине. И здесь. И добавляю лоб сверху и лоб снизу, чтобы не было большого скругления. Дальше перетаскиваю крепеж. И буду размещать крепеж на верхней и на нижней детали. Этот крепеж не нужен для установки еще одного ароматизатора. Вообще, лучше крепление сделать какое-нибудь другое. Либо перетащите со своего китбаша какое-нибудь другое крепление. Это крепление здесь не очень-то подходит. Но я не хочу делать еще одно очередное крепление. Поэтому я просто сдублировал уже созданное крепление. Оно, в принципе, не очень будет заметно. Я думаю, ароматизатор все-таки будет больше бросаться в глаза, чем это крепление. Дальше дублирую это крепление и тащу на нижнюю часть этого массивного ароматизатора. Ну, теперь нужно создать очередной ароматизатор. Если у вас есть китбаша с ароматизаторами, тащите с китбаша. Не тратьте свое время. У меня хоть и есть большой китбаш с ароматизаторами, я и в свое время этих ароматизаторов столько сделал, что у меня там уже собралось их большое количество. Но для тех, у кого нету китбаша, я смоделирую ароматизатор. Сначала подгоняю цилиндр под отверстие. Сразу же дублируйте этот цилиндр, чтобы потом не создавать и потом не подгонять. Теперь задаю толщину и буду делать ответвление. Выбираю два боковых полигона, делаю экструд, немножко стягиваю, снова делаю экструд, вытягиваю вперед и применяю инструмент скругления. Немного стягиваю, опять же делаю экструд и вытягиваю. Потом по бокам выбираю полигоны и так же делаю экструд, немного стягиваю, снова экструд и немного вытягиваю. Ну и теперь можно сделать фаски. Выбирайте все ребра и делаем фасочку. На троечку нажимаем проверяем. Вот здесь кстати можно фасочку также сделать. Снова на троечку нажимаем проверяем. одна часть готова. Так выбираю вот эти полигоны и дублирую ну чтобы не создавать цилиндр центр пивот и буду делать следующую деталь. Но обязательно сначала дублирую цилиндр чтобы потом не подгонять и опять не выбирать полигоны и не дублировать. Ну и дальше прикинем какую деталь мы будем делать основную либо очередное кольцо. Знаете что? Давайте я сделаю сначала кольцо. Небольшую толщину задаем выбираем ребра делаем экструд и внутрь загоняем. Обязательно дублируем эту деталь чтобы потом заново не создавать ну и теперь пожалуй сделаю фаски то есть сначала сделаю скос а потом сделаю фаски и сделаю размер поменьше так у меня все равно мало подразделений немного угловато смотрится поэтому делаю смош и удаляю все лишние лупы так здесь чего-то не хватает давайте я накину еще один луп и сделаю небольшую деформацию ну вроде так вот смотрится лучше теперь разберемся с этой деталью сделаем фасочки сверху также сделаем фаски сначала посмотреть какую форму то лучше подогнать здесь также не хватает подразделений и смотрится угловато придется тоже делать смош сначала добавляю пару лупов задаю небольшую толщину делаю фасочку и применяем смош удаляем все лишние лупы так скос оставляю кстати скос довольно-таки красиво получился поэтому оставлю в середине сделаем небольшую деформацию немного затянем внутрь выбираем полигоны делаем экструд и стягиваем и знаете что давайте еще раз сделаю экструд немного стяну еще раз экструд и немножко внутрь и теперь можно сделать фаски вот форма получилась намного интереснее так чего это мне тут плохо выделяется проверяем делаем фаски вот эта деформация поинтереснее смотрится ну что посмотрим что еще можно сделать не буду делать много всяких деформаций я буду делать проще буду просто добавлять сверху ну я имею ввиду поверх этого цилиндра очередные детальки вот к примеру вот здесь вот сверху сделаем какой-нибудь клапан просто создаем очередную детальку и углубим в цилиндр будет фейковая деформация удаляю лишние ребра делаем скос фаски и углубили в этот цилиндр дальше сверху делаем небольшое разделение скос и делаем фаски все готово размещаем также этот клапан на другой стороне и делаем следующую детальку какую-нибудь давайте сбоку какой-нибудь переход можно сделать подгоняю сначала бокс сначала форму какую-нибудь придам не нужно делать сплошные кубики создавайте какую-нибудь форму выбираю выбираю задний полигон немного отскейлю и удаляю этот полигон ну и дальше просто делайте быстрые фаски вот вам очередная фейковая деформация дублирую дублирую эту детальку на другую сторону и сделаю какую-нибудь сцепку снова тащу бокс и делаем очередную форму этой сцепке также нужно сделать какие-нибудь деформации а то плоско смотрится но сначала удаляю боковые полигоны они также не нужны они же внутрь заходят их не видно теперь накидываю пару лупов выбираю средние полигоны и внутрь немного загоняю и дальше делаю быстрые фаски удаляйте лишние лупы если где-то что-то захватили ну вот такая вот сцепка получилась ладно пока так и оставляю давайте теперь сделаю втулку а то мне еще втулка не сделала так где тут мои цилиндры вот он цилиндр нашел теперь подгоняю цилиндр под эту втулку также немного скелем и делаем стандартную втулку все как и обычно выбираем ребра делаем экструд и затягиваем снова экструд и внутрь затягиваем ну и дальше делайте скосы делайте фаски в общем на что фантазии хватит здесь какую-нибудь форму можно подогнать давайте внутрь сделаем и снова сделаем фаски и опять на тройку нажимаете проверяете вот такая втулка получилась и дальше смотрим где что можно добавить вот кстати этой детали не хватает очередного кольца сначала пивот перетащу в центр этой втулки а теперь сделаю очередное кольцо дублирую цилиндр можно кстати сразу сделать смож чтоб потом смож не делать удаляю центральный луп и задаю толщину ну и теперь можно сделать фаски опять на тройку нажимаете проверяйте в общем вот такое вот кольцо дальше выбираем все эти детали комбинируем чистим историю ну и теперь переднюю детальку со втулкой можно сдублировать и разместить на другой стороне ну я имею на другом конце теперь с этой стороны задаю толщину делаем скос фасочку накину пару лупов чтобы фаски не разъезжались и создаем очередную деталь задаем толщину толщину сейчас прикину какую деталь сюда можно влепить немного вытягиваю можно сразу сделать фаски ну и сразу сделаем какие-нибудь деформации выбираю все эти полигоны делаю экструд и немножко внутрь затягиваю и дальше накидываю лупы с одного края и с другого края на тройку нажимаем проверяем вот такая деталька получилась в общем оставляем такую вот деталь дальше чистим историю и закидываю в группу пивот снова перетаскиваю в центр втулки и теперь этот ароматизатор подгоняем под второе крепление чтобы оно ровненько размещалось ну вот подогнали дальше накидываем блин и смотрим как выглядит можно кстати еще пару проводов накидать но вообще провода лучше в конце накидывайте когда уже сделаете всю машину пройдитесь по всем деталям и накидайте провода там где считайте они должны находиться дальше накидываю болтики на крепление а то крепление создать я создал а болтики не накидал и получается что у меня крепление просто лежат на этих деталях поэтому подгоняем болтики сначала на верхнее крепление дублирую и тащу на нижнее крепление ну в общем болтики на эти две площадки я разместил но мне еще нужно гайки с болтиками разместить на верхнее крепление у меня же дырки там сделаны для платформы а болтики с гайками я так и не накидал но вроде смотрится все нормально пока ничего добавлять не нужно давайте я болтики с гайками размещаю на этом креплении внутрь закидываю снова дублирую и здесь размещаю а вот сверху кстати можно вообще гайки кинуть давайте дублирую гайку и размещаю сверху немного отскейлю размещу ну я имею ввиду сначала размещаю ровно по центру а потом поднимаем кверху и можно также будет отскейлить немного повыше отскейлим и дублируем ну вот гайки также разместили теперь выбираем все эти детали и комбинируем проверяем чтобы ничего лишнего не выбрали скомбинировали и эту часть также выбираем и комбинируем теперь можно накинуть блин так что-то мне тут лишнее удаляем и накидываем блин и теперь смотрим как выглядит ну что в принципе неплохо выглядит так вот эту часть я также комбинирую площадку с болтиками теперь буду подгонять это крепление к самому кузову у меня же крепление прямое они на они наискосок поэтому эту деталь я пожалуй отсюда выкину она мне здесь не нужна и буду делать деформацию выбираю полигон под это крепление будем делать подгонку пожалуй буду делать срез поэтому делаю экструд этим полигоном загоняю внутрь до вертекса дальше я вертексы буду сшивать выбираю вертекс и пришиваю и здесь тоже самое на троечку нажимайте проверяйте так удалю здесь все лишнее все это мне здесь только мешает подгоняем сдвиньте пока дублирую сначала верхнее крепление а потом дублирую все остальное выбираю просто группу и дублирую эту группу видим что это крепление у меня проваливается в корпус поэтому корпус подгоняем под это крепление делаем скос проверяем чтобы ничего не проваливалось переднее крепление вроде бы больше не проваливается эта часть мне здесь больше вообще не нужна но вот задний скос у меня там все очень плохо поэтому когда вы начинаете тащить у вас нарушается геометрия нам этого делать нельзя поэтому накидываю луп и будем делать подгонку сначала здесь выравниваю дальше удаляю эти полигоны сшиваю а здесь закрываю дырку еще раз проверяем все равно немного геометрия нарушена но это уже не страшно здесь у меня все равно будет работать перекрытие либо можно накинуть сюда луп и немного подтянуть давайте сначала сделаем отверстие под эти крепления а дальше посмотрим что там можно сделать полигоны загоняем внутрь и удаляем можно сдублировать вот эту центральную часть и поместить вниз теперь переходим к следующему механизму здесь немного выравнивая и делаем отверстие делаем экстрот внутрь загоняем и удаляем полигоны немного сделаем скос снова дублирую эту деталь и размещаю пониже теперь можно сделать фаски самому корпусу но я имею ввиду не то что фаски а фаски для сохранения формы вот сначала сделаю фаски самому этому срезу этим отверстием мне нужно чтобы здесь не нарушалась форма чтобы у меня все оставалось угловатым поэтому выбираю все эти ребра уголки также выбираю и теперь делаю фаску а дальше буду исправлять сетку постоянно на троечку нажимаете и смотрите где у вас плохая сетка нужно сначала прикинуть как эту сетку лучше всего здесь исправлять накидываю сначала сюда луп соединяю вот в этом месте можно теперь сцепить теперь смотрим снизу вот сюда ведем и сюда ведем а центральный ведем сюда это удаляем на троечку нажимаем проверяем теперь смотрим что здесь можно сделать хотя здесь все нормально по идее вот в этом месте сюда ведем и сверху также исправляем сцепить ну вот этому срезу я сетку подправил теперь делаем фаски для сохранения формы самому корпусу вот в этом месте срезы также оставляем выбирайте ребра именно те где хотим сохранить форму где хотим чтобы у нас было угловато ну и так же делаем только все с одной стороны потом отзеркалим вот в этом месте также нужно срез делать но я имею ввиду скос и в этом месте скос вроде бы везде выбрали дальше делаем фаску и исправляем сетку так я вот здесь вот забыл еще раз проверяем так это не страшно удаляем где присутствуют треугольники сейчас это не страшно нам все равно не хватает сетки для этого корпуса скорее всего нам придется делать смож а если не придется делать смож то это все легко и просто исправляется сначала исправляем везде где нам бросается в глаза где действительно топология вся нарушена самое главное чтобы ингонов не было треугольники это на самом деле не страшно треугольники нежелательно в анимации и персонажем а на железках по барабану треугольники если честно так ну и дальше просто самостоятельно пройдитесь на одной половине исправьте сетку вы все равно потом будете зеркалить вам сетку исправить нужно только на одной половине я думаю как исправлять сетку объяснять не нужно вы это уже делали на протяжении всей машины просто создаете новые ребра старые удаляете и тем более у вас пусто внутри корпуса вы можете вести луп до самой границы если что особенно если тяжело новичкам исправлять сетку то когда присутствует пустота в корпусе и присутствует граница луп можно вести до самой границы не нужно ломать голову где нужно делать сцепку ну и также рассчитывайте что у вас будет в определенных местах вот к примеру вот в этом месте у меня будет крышка поэтому здесь я особо не буду сейчас исправлять сетку я еще прикину как у меня будет размещаться здесь крышка я буду также отделять и мне все равно придется заново исправлять сетку я пока приблизительно сетку исправляю это пока не окончательный вариант вот видите я лупы опять начинаю добавлять и сетка заново у меня исправляется мне же все равно на этом корпусе мало лупов но я имею ввиду плотной сетки у меня все равно маленькая так ну вот я приблизительно сетку исправил дальше можно заново отзеркалить и корпус пока временно приблизительно готов так ладно давайте я остановлю запись продолжение смотрите в следующей записи